10 раненых, среди которых двое детей. Так завершился карнавал в британском Манчестере. Стрельба произошла этой ночью. Подробности расскажет Елена Абрамович. Пустые бутылки и стаканчики, грязные салфетки и обертки. Подобные атрибуты, которые обычно остаются после праздника, на этой улице Манчестера убирать не спешат. Тут могут быть улики. Локацию изучает полиция. А местные жители недоумевают. Как такое могло случиться? Честно говоря, у меня такое ощущение, будто я во сне. Я проснулся сегодня утром, а в чате все спрашивают, кто-то слышал о прошлой ночи. Включил новости, а там все это. Неприятно, что такой позитивный праздник так завершился. Карнавал, который начался накануне в этом районе, собрал 16 тысяч человек. Домой люди не спешили расходиться. Сообщение о стрельбе полиция получила в половине третьего ночи. Этот район Манчестера один из самых бедных и долгое время имел плохую репутацию, как место частых перестрелок. В этот раз среди десятка жертв двое детей. Один из них выписался, а девять остались в больнице. Их травмы серьезны, но, к счастью, не опасны для жизни. Могло быть намного хуже. Характер травм большинства потерпевших – это огнестрельные ранения. Что именно послужило причиной стрельбы, кто стрелял и связано ли это с терроризмом, полиция пока не сообщает. Угроза теракта в местах массового скопления людей в стране по-прежнему высока. На днях, например, открыли дело против 26-летнего британца, который принял ислам. Он признался, что планировал убить более сотни человек, выехав на грузовике на оживленную торговую улицу Лондона. Оксфорд-стрит. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.